Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отличная баллистика, 830 метров, скорость полета снаряда начальная и, самое главное, это масса взрывчатого вещества почти в полкилограмма, а именно 440 грамм. При пробитии у противника практически никогда нет шансов выжить. Это почти так же ультимативно, как 152-мм орудие КВ-2, но при этом обладает хорошим пробитием в упор, 197 мм и на 500 метрах. Очень хорошим действием по наклонной броне. И, конечно же, перезарядка здесь лучше. На экспертах 17,9 секунды. Это быстрее, чем перезарядить 152-мм гаубицу. Да, однозначно не быстро. Но, с другой стороны, учитывая то, что мы практически не потеряли ваншотящих качеств и получили кучу преимуществ, особенно это касается баллистики, тут не прикопаешься. Вертикальные углы наводки минус 5 и 12 вверх. Не разгуляешься особо, но в целом действовать можно. И самое главное, что это там не минус 2 и не минус 3. А в остальном сойдет. И единственная такая серьезная ложка дегтя, которую я никак сгладить не могу, это 5,6 градуса скорость поворота башни. Это ужасно медленно. Ну и, понятное дело, на ближние дистанции, в какие-то городские условия нам путь заказан. Обойдут, вы просто не успеете выстрелить по противнику, потому что башню не развернете. Во всех остальных случаях орудий и все, что с ним связано, это реально ультимативно. Что еще нравится? То, что АКВ как тяжелая машина имеет небольшую раскачку. Ну и, соответственно, стрелять практически с короткой остановки не составляет труда. Да, это не стабилизатор, как у американцев, например, но это лучше, чем какой-нибудь М56 Скорпион. Понимаю, нашел с чем сравнить, но тем не менее, просто для понимания ситуации. Что же касается бронирования. Тут, конечно, меня КВ-2 удивлял всегда и вас еще удивит не раз. Начнем. 75 миллиметров лоб корпуса и лоб башни, и борт башни, и борт корпуса. Короче, все по 75. Честно говоря, еще и корма башни столько же. Ну а толщина брони корпуса сзади 70 миллиметров. То есть это нам дает порядка 80 миллиметров приведенки. Ну, приведенки тут, сами знаете, почти нигде нет. Но бывают, что попадают скосы и рикошет. Ну и самое главное, то что огромное заброневое пространство. Это все еще КВ, но тем не менее. И броня просто каким-то магическим образом, хотя ее толщина очень невелика, это синдром всех КВ. Когда вы стреляете по КВ-шке, вы ее никогда не пробьете. Попадете в какой-нибудь скос, например, 70 миллиметровый, да? И у вас снаряд отрикошетит, отскочит. Или от маски отскочит. Или еще как-нибудь отскочит. Когда вы играете на КВ, вам прилетает за милую душу. Так вот, у КВ-2 синдром немножко меняется. И когда вы против него, хрен его убьешь. И когда вы на нем, его тоже убить не так-то просто. Я не говорю, что его не ваншотят никогда, но далеко не всегда его забирают с первого попадания. Вообще ни разу. И можно даже пережить несколько выстрелов противника. Причем даже каморника. Ну и, соответственно, зенитки нас будут уничтожать с большим трудом и со скрипом. Что касается рентгена, то аж 6 членов экипажа. Двое в корпусе, четверо в башне. Поэтому нас и довольно тяжело расселить. Огромный казенник орудия. Он позволяет нам защититься, если вдруг попадает в башню каморник. И может так сделать, что не расселит всех четверых. Обычно убивает двух или трех членов экипажа. Ну и после этого вы остаетесь полностью боеспособны. С заряжающим, наводчиком и механиком-водителем. Ну а если остается двое, то перезарядка все-таки будет. Не критично. Такая минута, да, не две там. Увеличится оно не так, чтобы выть волком. Баки. Хоть и не протектированные, как говорится, но почему-то иногда защищают нас. Ну и в общем-то здесь больше нечего сказать. Все остальное это боеукладка и это печаль. Но взрывают ее не так часто. Случается так, что снаряды пропадают, почернев. Ну и вы разворачиваете свое жало и противника уничтожаете. Короче, по живучести КВ-2 ЗИС-6 очень даже ок. Неожиданно ок, хотя должен ваншотиться и взрываться. И он будет иногда так делать. Но если не ожидать прям какого-то ультимативного выдерживания урона, то он удивит вас. Он действительно позволит ловить рикошеты, непробилы. Или вдруг, даже если вы словили в харю, он позволит вам выжить, развернуться и дать в ответ. Вот такая вот интересная особенность. Ну и единственное, что здесь не так бы хорошо, как хотелось, это, конечно же, подвижность. 600 лошадей на 52,5 тонны. Это, ну, довольно типичный КВ. И поворачивает не быстро, и едет не быстро, и в горку тяжело. Ну и, естественно, на складе с кем-то постреляться захотите, вы никогда до него не развернетесь. Поэтому КВПТ. Это танк для дальних дистанций и для средних дистанций. Особенно хорошо заходит, когда вы с биноклем стоите в каком-нибудь кусту и стреляете из бинокля. Это просто белиссимо волшебно, и танк для этого подходит идеально. При попадании даже на большой дистанции, при какой-то наклонной там броне, без разницы, вы пробьете и уничтожите вас. В это время заметить будет практически невозможно. У него есть просто все для того, чтобы радовать вас фрагами. Ну, конечно же, опять, если вы будете играть на нем более агрессивно, то здесь уже может и не повезти. Получите ваншот, или все-таки вас просто расколупает несколько вражеских танков. Стоит быть чуть более аккуратным. Что же можно сказать в итоге? Какая тактика подходит? Мы можем, как поддерживать в первых рядах своих союзников, естественно, прячась немного за их спинами и отстреливаясь раз в свои, там, 20 секунд, при этом делая практически гарантированный ваншот противника. Ну, либо же стоять где-то позади и оттуда настреливать. Эта тактика тоже работает, ну, просто не на всех картах, наверное, это удачно можно реализовать. Ну, а в случае, если вы просто вынуждены воевать на какой-то близкой дистанции с юрким танком, то будет вам тяжело. КВ высокий, пушка не очень опускается. Но такие ситуации, поверьте, случаются очень нечасто, поскольку карты у Тундры все-таки большие, и всегда есть простор, где можно развернуться такому мастодонту с лазерганом. Ну что ж, на этом на сегодня вроде бы все. С вами был Крю ГТВ, если это видео было для вас полезно и интересно, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, ну и не забудьте написать, если вдруг у вас есть эта машина, как она вам зашла, не зашла. А также просите следующий обзор, интересно, какая техника вам была бы более предпочтительна. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.